В Витебск наконец-то внезапно приехал блогер, Сергей Тихановский. Нашин немного, ну пусть посмотрят на смельчаков, смелых витебских, я уже им не задаю другие вопросы, все их там, другие вопросы их не интересуют. Как раз другие вопросы не интересуют Сергея Тихановского, поэтому он блокирует комментарии своих подписчиков в чате. Сергей Тихановский, если в следующий раз вы захотите интересного и бурного разговора, предупредите о своем приезде в Витебск не в рабочий день, за 5 часов до эфира, а как минимум накануне вечером, а еще лучше за 2 дня. Проявляя некоторую заботу, белорусские блогеры предлагают беречь свои финансы, но при этом они упорно отказываются говорить о 4 угрозах, которые несет в себе межбанковская система идентификации. Так не отдайте им эти деньги. Вот сейчас они начнут забирать, прям вот, уже вот сегодня, поздно. Я своих давно предупредил. Депозитные счета, потихонечку, пока суета не началась. Очень хорошая забота. Но Владимир, почему бы вам еще не рассказать, в какой угрозе находятся все белорусы, которые еще не заблокировали свою учетную запись в межбанковской системе идентификации. А их, кстати, порядка 7,5 миллиона человек. Я понимаю, что многие из вас успешно оплачивают услуги через интернет-банкинг. Но в данном случае, вы сами подписались под тем, что вы отвечаете за безопасность своего компьютера и мобильного телефона, и согласны с той системой защиты, которую предоставил вам ваш банк. Но в том то и дело, что межбанковская система идентификации, подписала всех по умолчанию, на получение дистанционных услуг, всех банков сразу. Открыть кредит, пожалуйста, перевести деньги нет проблем. Обойти систему защиты, и войти в личный кабинет без логина и пароля, воспользуйся альтернативным входом через МСИ. Ведь для регистрации в межбанковской системе идентификации, злоумышленнику всего лишь нужно, воспользоваться один раз вашим мобильным телефоном и ввести ваш личный номер из паспорта. Что случилось с остальными пользователями, которые вообще далеки от интернета? Их просто стали грабить мошенники. Тем временем в Брестской области отмечают рост киберпреступности. За год в регионе более тысячи пострадавших, у которых со счетов и банковских карт пропали деньги. Этой компании и люди, в основном пенсионеры. Серьезно мне пришлось задуматься о своей безопасности, когда мою страницу в социальных сетях почти взломал один человек. Он подобрал мое имя в программе. И позвонил мне на телефон с наивной надеждой, что я продиктую свой код, который пришел на телефон. Это меня и спасло. Так как это помогло мне понять, что меня пытаются взломать. Но дальше стало происходить совершенно невероятно. Этот человек прислал мне подозрительную ссылку на Viber. И мне пришлось его заблокировать. Если бы он сделал все наоборот, то возможно у него бы все получилось с первого раза. Ну и по классике, мужчине приходит смс-ка с женского контакта и написано, вот фото, которое я тебе обещала. На это и рассчитано. Начинает переходить по ссылке, он предлагает скачать какую-то программу, затем задает вопрос, разрешите ли установку из неизвестных источников, вы разрешаете и больше телефон не ваш. И больше телефон не ваш. А теперь посмотрите. Сколько подозрительных программ, без всяких хакеров, вы уже успели закачать себе на телефон. Самое забавное, что меня пытался развести человек с психическими отклонениями. И ему это почти удалось. Так неужели вы надеетесь, что однажды такой возможностью не воспользуется кто-нибудь посерьезнее? С предприятиями сложнее, поэтому с ними работают профессиональные хакеры. Выбирают успешную компанию, отправляют на электронную почту вредоносное письмо. Вирусная программа считывает всю бухгалтерию, похищая пароли и электронные печати. И электронные печати. Какая хорошая новость. Если учесть, что скоро в каждом паспорте белоруса появится электронная цифровая подпись. А многие банки Беларуси уже сегодня разрешают входить в систему по этой подписи. Так, со счета Кобринского предприятия украли 120 тысяч долларов. Раскрыть такие цепочки сложно. Мошенники хорошо подготовлены и, как правило, находятся за границей. Правило, находятся за границей. Вы поняли, что мошенники, скорее всего, связаны с сотрудниками банков. Они тесно взаимодействуют с зарубежными хакерами. А теперь только представьте, в Беларуси начинается шумиха. Блогеры призывают вас закрывать депозиты. И банки начинают терпеть финансовые затруднения. Что в данном случае может сделать банк. Правильно. Открыть дистанционный овердрафт на любого человека, и загнать его в такой долг, что ему и не снилось. И так мы видим. Отозвать депозит. Это далеко не все. Нужно срочно отказаться раз и навсегда, от дистанционной регистрации, в межбанковской системе идентификации. То если, подобные уязвимости нужны для того. Чтобы потом ввести в Беларуси, тотальную биометрию. Ведь межбанковская система идентификации, уже тесно взаимодействует, с биометрической системой. Об остальных страшных угрозах, которые несет в себе межбанковская система идентификации, вы можете узнать в видео. Четыре угрозы МСИ. А теперь внимание. У нас первая маленькая победа. Нам удалось правовым способом, нанести первый удар по межбанковской системе идентификации, и биометрии в Беларуси. Но перед этим не могу не высказать свою искреннюю благодарность всем работникам ЕРИП. Но особенно, Ирине Рому Альдовне Игнатович. То, что вы сейчас увидите, сможет защитить не только пенсионеров, которые совершенно не продвинуты в IT-технологиях, но и всех вас от кибермошенников. Итак, 24 января, мной было отправлено электронное обращение, в котором было сделано ряд предложений по совершенствованию некоторых мер безопасности. И поставлен вопрос о недопустимости регистрации в межбанковской системе идентификации, без предварительной явки клиента непосредственно в банк. В обращении были сделаны ссылки на официальные новости ОНТ, в которых говорилось о многочисленных киберпреступлениях, которые резко возросли после проведения интернет-переписи населения Беларуси. И 27 января мне уже позвонили, и сообщили, что полностью удовлетворили мое требование, которое касалось блокировки удаленной регистрации в МСИ. Однако мне хотелось получить официальный ответ на почту, и 30 января пришел развернутый ответ, от заместителя председателя правления ЕРИП. Теперь в описании под видео, и в обсуждениях сообщества канала Просто Верю, оставлен примерный текст обращения, который позволит вам отказаться, от дистанционной регистрации в МСИ, раз и навсегда. Также оставлена ссылка, которая вас сразу направит в раздел электронных обращений. Постарайтесь предупредить своих родных и близких. А теперь еще очень важное дополнение. В предыдущем видео, мы рассматривали, как заблокировать свою учетную запись всем людям, которые случайно зарегистрировали себя в МСИ, во время интернет-переписи Беларуси. Напомню вам, эти кадры. Обращаюсь ко всем беларусам, которые прошли интернет-перепись населения, и неосознанно зарегистрировали себя в межбанковской системе идентификации. Заходите сейчас на сайт расчет-бай, и срочно удаляйте свой личный кабинет в МСИ. Если это не сделать, то скоро нас всех обяжут принять биометрию, и пройти чипирование. Ведь система безопасности МСИ, очень ненадежна. А дальше нам нужно обращаться в парламент и национальный банк, чтобы раз и навсегда никакой злоумышленник не смог нас зарегистрировать в этой системе. А пока блокируем учетную запись в МСИ прямо сейчас. Хочу обратить ваше внимание, что данная процедура, вас не обезопасит от мошенников, которые однажды вас захотят снова зарегистрировать в МСИ удаленно. Поэтому вам просто необходимо, отправить именно электронное обращение в ЕРИП, с требованием, запретить дистанционную регистрацию в МСИ, раз и навсегда. Для ясности приведу вам разговор с должностным лицом ЕРИП. Вы точно так же заново можете пройти процедуру. То есть она вам все равно доступна при наличии вашего телефона у вас в руках. Если же вы, насколько я понимаю, из вашего обращения хотите раз и навсегда отказаться от возможности, то мы на основании вот этого вашего электронного обращения можем вас так заблокировать. В этом случае никто никогда не сможет пройти регистрацию, пока вы лично с паспортом не приедете к нам лично, не напишете заявление от руки, что я прошу, мы удостоверим вашу личность, и тогда вам снова все будет доступно. Если об этом идет речь, что мы вам так сделаем, тогда и вам в электронном обращении это напишем. Однако остается еще одна опасность абсолютно для всех граждан Беларуси. Ведь злоумышленники могут снимать деньги дистанционно, воспользовавшись реквизитами банковских карт. Так работает эта схема. Мошенник звонит владельцу карты, представляется сотрудником банка и просит сообщить реквизиты. Для списания денег достаточно знать цифры с лицевой и оборотной стороны. А куда нам прятать номер карты в магазинах? А позже мне довелось узнать, что в США появился новый вид мошенничества, под названием шимминг. Короче, семь раз подумайте, прежде чем просто вставить банковскую карту в какой-нибудь терминал. Ведь теперь шимминг позволяет полностью поделывать даже банковские карты с чипом. Поэтому 3 февраля в Национальный банк было отправлено очень аргументированное обращение, в котором было сделано ряд предложений. Во-первых, отменить удаленную регистрацию в МСИИ для всех граждан по умолчанию. Во-вторых, было предложено размещать реквизиты рабочих банковских карт с чипом на отдельных картах. Были сделаны и другие предложения, с которыми вы можете ознакомиться в описании под видео. Попробуйте достучаться до канала Мазгон и предложите ему распространить эту информацию. Депозитные счета потихонечку, пока суета не началась. Снял с себя ответственность. Я же отправлю сообщение каналу Некста и обществу Гомель. Кто из данного списка первым откликнется на предложение защитить интересы? 7,5 миллиона человек. Субтитры создавал DimaTorzok